увы пришла беда в мою страну и мы пришли с оружием в чужую страну год назад это было бы абсурдом россия напала на украину это фраза абсурда как это никто не мог и представить что так может быть ты что нет да коренной родился вырос и жил до конца апреля месяца до конца апреля месяца родился но потом когда узнали что я в азове пришли квартиру разбили матерью выражают не не чурается приходить нашим семьям заходить наши дома к нашим родным к матерям к детям женам и вести угрозы вытягивать нас через семьи пытались мне по телефону звонить а у тебя же семья где-то там я говорю господа извините я давно вывез свою семью так что меня семьей не придавите поэтому слава богу мне было легче как то да не будете все нормально что прилетело все хорошо все уже привыкши иногда конечно останавливаться на той мысли что не было ли текущая шизофрения у нас здесь у всех она свистит она летает а мы сидим и каву пьем во первых первое основное не было просвещения на востоке не было просвещения то есть основное преподавание это опустили еще самой школы когда то есть есть три периода украины которые рассказывали школа по старой советской модели то есть есть украина это князь владимир который крестил русь есть украина это вот отрицательный герой мазепа который предал русь есть а он упал и последние 20 независимости все такое ощущение что все остальное время у нас не было здесь не жили люди еще три куска зато про россию про ссср мы знали все не было просвещения а второе россия россия вас россия деньги только люди смотрят на москву и петербург они не смотрят на села брянщины орловщины они не смотрят на ту разруху первое что надо было показать что этот майдан был также и для донбасса майдан воевал против бандитов прежде против системы так система откатов из системы януковича сейчас системе порошенко она не изменилась ни на йоту не на копейку а янек ее догнал до 60 процентов просто откаты вселили миф о том что донбасс кормит украину если я мне объясняю что большинство бизнеса оно черное то есть идет полу оклона от уплаты налогов плюс угольная промышленность дотационная промышленность а система дотации в украине так из бюджета дотации миллиарды вышли миллиарды не зашли а они просто отложились в кармане олигархов эти деньги самая шикарная вещь дотационная сделать свою свою отрасль дотационную почему-то очень больно слышать когда говорят давайте сотрем с лица земли донецк как мы сотрём с лица земли донецк я прошу прощения у меня там дом я там родился вырос у меня там могила отца как мы сотрём этот город стирать можно когда ты идешь по чужой земле можно стирать по своей земле выжигать родную землю я прошу прощения у меня очень много друзей в донецке которые но они вне войны они мне войны они чем могут приезжают помогают не выезжаем встречаемся в красном месте очень много были в плену поэтому меня как бы я знаю что с людьми там делали а у меня ни любви ни тоски ни жалости не осталось в той стороне одно конечно молюсь все равно как бы даже за тех с кем я вырос и кто на той стороне заблудились они сейчас я прошу чтобы мне не столкнуться с ним в бою чтобы тот человек с кем я вырос чтобы мы не оказались глазами напротив с оружием рукой ну я скажу так что я реально понимаю что прохладе единожды взявшие оружие и вышедшие на тропу войны то есть очень потом возвращаться к мирной жизни я уже ну сложно представлять чем я буду заниматься дальше и также мы понимаем многие дончане кто воюет когда мы попадем в донецк но нам будет необходимо жить несколько лет как минимум я так считаю два-три года отдельным батальоном на отдельной базе потому что иначе нас будут вырезать пазл углами там также мы зайдем город это будет безумное партизанское движение с той стороны я это знаю ты думаешь что это война будет еще два-три года и я думаю что война будет намного дольше и те кто в этой ситуации стали с оружием с той стороны с этой стороны мы будем за свои близки еще очень долго да но другой стороны там как то я не могу понять как живет город войны стандарты то есть воюет три района воюет куйбышевский часть киевский воюет с той стороны где маленько кировский район все остальное город живет своей жизни как бы и нет войны при этом конфеты рашен появились в магазинах брусничка в донецке две недели назад все зарабатывают деньги власть должна должна начать думать о стране и о людях в этой стране у нас опять будет парламент не профессионалов я считаю это это абсурд когда комбаты все идут в парламент комбат если ты начал позиционировать как комбата военный человек ты вышел защищать эту родину причем здесь депутат депутат прежде всего должен быть политиком то есть какие-то комбаты думают о мерседесах какие-то комбаты думают еще о чем а какие-то комбаты просто воюют они идут просто воюют и за ними идут люди и там собираются как батальон как одна семья как братья я уже поважаю маколу коханевского я даже поважаю андрея силу и все люди сказали что я буду называть и я могу допомог ты общему справить а какая разница здесь есть быть с азов это за мистра здесь и быть азов в азове есть зарплата здесь и нет в азове есть распиаренные батальоны отсутствие каких-либо нужд в этом батальоне а здесь они есть вот только здесь люди воюют здесь впереди азов воюет азов воюет под мариуполем все но я выбрал этот батальон у нас нету за дороги назад дело в том что наша власть будет нас чистить очень сильно никакой системе власти мы не выгодны потому что мы будем биться до последнего за свою свободу и волю она же кому война беда кому мамка родная вот и все вот как-то наша власть на данном этапе это мамка родная потому что это единственное их спасение от нашего возврата в Киеве только заканчиваются боевые действия на востоке Украины мы сначала пойдем не Крым назад возвращать мы сначала пойдем Киев почистить потому что идти на Крым ненавидя порядок в Киеве у нас всех там и положат на том перешейке спасибо нашим волонтерам людям спасибо если бы не волонтеры у нас бы не было бы армии у нас бы не было бы батальонов большинства если бы не волонтеры у нас бы этого всего не было бы сопротивления потому что вот эти берцы на мне одеты волонтерские вот эта куртка на мне одета волонтерская вот этот свитер на мне одет волонтерский вот эта каста вот тот бронежилет который не простреливается это все волонтеры вот эти лекарства которые есть это волонтеры в Донецке это для многих дико говорит что люди бесплатно помогают психология тоже Майдан ведь это менталитет это еще ментал ты идешь ты видишь человеку нужна помощь ты становишься и помогаешь помоги ближнему когда этот ментал мы сможем донести вот до такого села Пески вот до такого села там тоненькое до такой Орловки Нитайлова и прочего прочего вот тогда мы получим государство когда люди будут друг о друге думать а люди будут друг о друге думать то из этих людей выйдет власть и эта власть будет помогать то есть как бы людям она будет работать нация 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 зародилась этой зимой на Майдане вот она показала что она есть что есть народ что есть не быдло есть люди готовые биться за свою свободу есть люди готовые биться за свою волю Я хочу свободной и независимой Украины. Я воюю не за государство, воюю за страну, за землю свою. И воюю я сейчас не для себя, а для своего ребенка. Сына, я тебя люблю, сын. На день рождения я буду точно у тебя. Я тебе обещаю. Так, ну ладно, все. Сынуря, кто лучший сын, Ваня? Кто лучший папа? Ну и слава Украине, сын. Все, мамулечка, я тебя люблю, мамочка. Целую тебя. Все, не скучай, давай я утром позвоню. Все нормально, мам. Все. Мама, я тебя... Все, сын, я тебя тоже очень сильно люблю.